Всех приветствую, с вами Марина Статкевич, и сегодня мы будем говорить про второэтический принцип, который звучит как «не вровать, сохранять имущество других людей». И также у нас очень важный месяц, это месяц щедрости, и сегодня мы тоже поговорим про разные уровни щедрости, про сильные объекты щедрости и как правильно это делать. Итак, что же мы пишем в принципе «сохранять имущество других людей»? Если мы говорим про плюс, мы пишем о том, что мы не берем того, что не принадлежит нам ни в какой форме, ни откуда. То есть то, что нам не было дано, мы не берем, неважно где. В государстве, в чьем-то доме, в чьей-то организации, в чьем-то компьютере, неважно. Если нам не было это дано, и мы это взяли, это воровство. Чем обычно воровство к нам потом возвращается? Нехваткой денег. И если у вас есть такие вот ситуации, когда у них хватает денег, знайте, что это нарушен второй этический принцип. И мы должны очень сильно следить за этим, чтобы не наносить урон имуществу других людей. И, кстати, к теме воровства очень сильно, тесно, напрямую, вернее даже так сказать, относится тема времени. Если мы воруем время других людей, если мы не договариваемся заранее о том времени, которое они готовы нам выделить, на нас потратить, нам тоже это возвращается нехваткой денег. И смотрите, какая связка. Время равно деньги. Он так и на кармическом уровне также работает, этот принцип. То есть, что нужно для этого делать? Всё очень просто. Просто поговорить с человеком и договориться, сколько человек с нами готов беседовать. Я всегда после этого, когда узнала этот принцип, спрашиваю, сколько ты готов выделить мне времени? Сколько у нас есть с тобой времени на разговор? Обязательно это спрашивать. И не требовать того времени, которое человек вам не готов дать. Это вот первое. Также то, что сейчас распространено у нас, не покупать больше, чем нам нужно. Как с этим справляться? С этим, на самом деле, достаточно трудно справляться, когда идёшь в магазин без списка. Так вот, чтобы не покупать больше, чем нам нужно, мы составляем списки, что мы хотим купить. Чтобы покупки наши были рациональными, чтобы мы потом ничего не выбрасывали лишнего. И вот сейчас тоже очень важно к этому принципу относится то, что мы должны бережно относиться к тем деньгам, которые зарабатывают наши близкие, наши мужья, наши жёны. Например, вот вы не работаете, а муж зарабатывает деньги, то тоже бережно относиться к ним, не тратить на вещи, которые нам не нужны, на продукты, которые нам не нужны. И мы их выбрасываем, не используем, потому что это всё равно транжирство. И смотрите, какой у нас вывод, транжирство равно краже. И возвращается транжирство теми же самыми последствиями. И поэтому очень важно это отслеживать. И в личной жизни какие у нас симптомы? Первое и главное мы уже назвали. Это не хватает денег на жизнь. Следующее. Другие предъявляют права на наше имущество. И смотрите, какой неочевидный сейчас будет признак, симптом пищи не насыщает. Вот вы только поели, а вам опять хочется есть или через короткий промежуток хочется есть. Обратите внимание, какая бы казалась связь. Ну вот она очень даже прямая. Следующая точная неочевидность, симптом, которая на радиусе происходит, это урожай портится или не вызревает. Или длинные засухи, или слишком частые дожди. Обратите внимание. И есть очень важный момент в нашей личной жизни нам не удается достичь желаемых финансовых результатов. И еще. Очень тема энергии на разных встречах, она всплывала. Такой вопрос. Что делать, когда не хватает энергии? Или рядом с нами есть болезнь, и при этом еще и не хватает денег? Если у вас такая ситуация, то знайте, что нарушением этического принципа в такой ситуации нужно начать выплачивать налоги. Это для тех, у кого есть бизнесы. В следующем видео я расскажу, как нарушение второго этического принципа влияет на бизнес. Сейчас просто притронулась. И если мы идем уже теперь в личные симптомы, в личной жизни, скажем так, когда с нами есть болезнь и не хватает денег, здесь еще очень важно рассмотреть тему долгов. То есть когда мы берем долги, мы забираем энергию других людей, когда берем у них деньги, и потом к нам возвращается это тем, что у нас нет ни денег, ни энергии. И в особенности, когда мы берем у людей, которым не хватает этих денег. И вот, кстати, всегда мне задают вопрос, а если у меня берут эти деньги, типа, если я даю кому-то в долг деньги, вы тоже нервничаете? Типа, вот когда вернут мне эти деньги? И вот уже месяц прошел, а вот он обещал и не вернул. Что происходит в этот момент? Вы теряете в этом энергию. То есть вам нужно искать, где вы забираете у людей энергию тем, что не закрываете долги. И как мы раньше чуть выше говорили о том, что кража – это равно транжирство. И у нас есть такая практика, я вам сейчас о ней расскажу. Это как бы типа, как бы не связанные действия, но они очень сильно влияют для очищения вот этого этического принципа. Называется это практика уборка мусора. Еще мы называем его час чистоты. В нашем сообществе по субботам уже много лет на один час в разных городах, разных странах. Раньше это было более активно. Сейчас у тех старичков, которых как бы в памяти это есть, по субботам один час мы посвящаем уборке пространства, которое вне нашего дома. И вот сейчас хочу сказать о том, что когда вот мы выходим на такие часы чистоты, по сути мы осознаем размеры нашего коллективного транжирства. Как мы это видим? Все очень просто. Вот весь мусор, который мы собираем, который мы видим, на самом деле в большинстве случаев это результат нашего транжирства. То есть смотрите, вот образ жизни, к которому мы привыкли, который нас все время не удовлетворяет. Мы все время хотим чего-то больше, больше, больше. И в результате мы оказываемся на свалке мусора. Очень важно осознать, что вы делаете. Пожалуйста, подумайте вот над этим, если вы никогда не задумывались, что кража – это равно транжирству. И очень легко оказаться на мусорке. На мусорке своего, на свалке мусора, своей энергии, своих денег, своего времени. И наши учителя говорят вообще о том, что вообще еще до того, как мы начнем что-то менять, мы должны понять, что с нами происходит. Мы должны увидеть это, осознать это. А когда мы осознаем, когда мы вот это вот все видим, то в нашем сознании появляется место, появляется энергия, чтобы вот это все изменить. И мы видим пути, как эту ситуацию можно изменить. Потому что пока мы очень зажаты нашей проблемой, вот обратите внимание, когда у нас проблема, мы в ней зажаты, мы скованы буквально ею. То есть, ну какая, так как мы уже начали, нехватка денег, невозможность выплатить долг, где взять зарплату, чтобы заплатить своим сотрудникам, заплатить в школу, за аренду дома, за съем квартиры, да за что угодно. Так вот, пока мы зажаты в этой проблеме, мы не видим возможностей. А час чистоты, он вообще во многом расширяет наше сознание. Он как бы дает туда воздух. И возможность посмотреть на проблему со стороны. И я сейчас объясню, почему час чистоты расширяет наше сознание. Потому что мы делаем это где-то в общественном месте. Это может быть даже двор вашего многоэтажного дома, или там ваша улица, или там на море, ну где угодно. И тем самым мы уже этим только расширяем свое сознание. Потому что мы включаем как бы в круг нашего интереса то, что лично нам не принадлежит. И вот благодаря этому уже происходит расширение сознания. У нас есть место увидеть ситуацию по-другому. Почувствовать ее по-другому. Увидеть, как можно решить. Вот это первая причина. И есть другая причина. А какая? Она очевидная. Мы видим результат. То есть мы берем ответственность за уборку какого-то пространства. То есть мы делаем в чужом месте. Чужое, как бы казалось бы, пространство. Это чужое. Но мы делаем его своим. И делаем там уборку. А что мы делаем в краже? Вот наш сейчас этический принцип. Второй. То, что чужое, что нам не положено брать, мы там берем. А вот здесь, когда мы убираем в другую территорию, мы делаем обратный акт. Там вообще нас никто не просит. Никто не ожидает, что мы начнем туда вкладывать. Что мы будем там давать свое время. Давать свое внимание. Начинать убирать. Брать вообще за это ответственность. А мы это делаем. Это действие противоположное краже. И это приводит к обратному от кражи результата. И вот это вот основа часа чистоты. Если вы это поймете и прочувствуете, у вас вообще вот эти вот сложности с долгами, пожалуйста, начинайте расширять сознание, убирать чужие пространства. И на самом деле в часе чистоты, что мы делаем, мы могли бы и не вкладывать, но мы вкладываем то, что нам не принадлежит. А в краже это наоборот. И сейчас я скажу очень важную информацию, в каком состоянии нужно делать час чистоты. При поднятом настроении ни в коем случае не сожалеть, не обвинять, не перемывать косточки тем, кто как будто бы оставил какой-то этот мусор. Ни в коем случае не осуждать других людей. Всё, это мы сразу же идём в другую сторону. Потому что в этот момент мы должны принять ответственность за то, что происходит. И на самом деле, когда мы осуждаем, мы говорим, окей, вы там, значит, что-то сделали, а я вот тут за вами убираю. И это тоже не в ту сторону. Если мы будем обвинять, то мы не получим правильного результата. И учителя нам вообще говорят о том, что мы должны благодарить этих ангелов, которые оставили этот мусор, потому что мусор, это мы в нашей части сознания, мы его видим. И, соответственно, мы его должны брать, поблагодарить за то, что они нам дали возможность вообще сделать это. Поэтому час чистоты проводите всегда в таком радостном приподнятом настроении, что вы убираете препятствия, отсутствие денег, отсутствие финансов, отсутствие времени, если у кого-то есть. Такая проблема тоже. То, пожалуйста, вам суперклассная практика. То есть, что мы воруем? Подводим итог. Берём чужое имущество. Деньги чужие, время чужое, внимание, знания. Безопасность можно воровать. И сейчас скажу, что очень важный симптом такой проявления нарушения второго этического принципа, знаете какой? Жадность. То есть, это когда мы даём, а нам жалко. Вот никогда не давайте из состояния жалости. В этот момент вы засеваете семена бедности. Вообще ничего не давайте из жалости. Ни деньги, ни время, ни какие-то ресурсы свои. Ничего. Жадность, она как бы и человеческая черта такая, но с ней можно работать. И воросток времени, например. Есть такой пример, который нам учителя рассказывали, сейчас тоже хочу привести. Вот я села сейчас проводить, например, лекцию, проводить или там, или делать домашки. Мы очень в сообществе много делаем домашек, потому что очень много курсов разных изучаем. И вот тут дети заглянут, сотрудники заглянут. Почему так происходит? То есть, вы думаете, что как бы они, само собой, разумеющиеся, что они не понимают, что я вот тут вот занята, а они заходят. На самом деле, это происходит только по одной причине. Потому что мы в прошлом вламывались в пространство других людей. Как я это раньше делала? И сейчас иногда я селуфлю на этом. Когда я не смотрю, чем занимается мой партнёр. И я сначала ему говорю, кричу или что-то там, пожалуйста, помоги мне. А я не посмотрела, может, он медитирует в это время? Вы понимаете? А у меня так бывает. Потому что мой муж, он вообще такой сильный практик, постоянно то в медитации, то у него ещё одна практика, то другая. И вот это меня стало останавливать. Потому что я начну говорить, а он мне как бы не отвечает. Я думаю, что он не отвечает? А я не смотрю на него. То есть, а он медитирует. И для меня это один, раз, два. А потом я поняла, что сначала подними глаза, посмотри, удостоверься. Он может дать тебе своё время, чтобы даже послушать что-то? А я его дёргала. И вот в этот момент, когда я так делала, я создаю себе пространство, когда люди нас дёргают. То есть, мы воруем внимание у других людей. И это происходит очень жёстко. Другие тоже будут воровать внимание у нас. И антидот какой? Всему вот этому этическому принципу кражи, воровства, всего, что можно. Ну, начиная от финансов и заканчивая там временем и ресурсами и так далее. Никогда ничего не крась. Уважать право на имущество. Не берём то, что нам не принадлежит. Если у вас долги, старайтесь отдать как можно быстрее долги. Щедро делиться тем, что у нас есть. Сейчас мы тоже поговорим чуть позже об этом. Получать деньги только честным путём. В каждой сделке, каждое дело, которое вы делаете, старайтесь быть предельно честными. И старайтесь проявлять щедрость везде. И вот эта вот тема щедрости, она невероятно важна на протяжении всей нашей жизни. И что такое щедрость? Щедрость – это когда мы даём людям больше, чем они от нас ожидают получить. И у нас есть несколько видов сильных объектов. И мы понимаем, что щедрить мы должны. И я уже говорила, что из состояния жалости ни в коем случае, пожалуйста, вообще никогда так не делайте. Лучше вообще не делайте. Потому что это засевает бедность, темена бедности. У нас несколько уровней сильных объектов. Чем сильнее объект, тем сильнее темена, которые мы посадим. И вот одними из сильных объектов ближайшим стажем – это являются наши родители. Только лишь потому, что они дали нам жизнь, помогли нам вырасти с такого возраста, когда мы ничего не могли, ни ходить, ничего не делать, только кушали и спали. Родители – это сильные объекты. Сильными объектами также считаются как организации типа фонды, которые сразу помогают большому количеству людей. И самым сильным объектом являются учителя, которые передают мудрость. Почему? Потому что это мудрость, которая выводит за пределы страданий. А мы все в страданиях живём. И учителя нам передают эти знания. Даже вот этот эфир, вы послушаете, это то, что передали мне учителя, и я передаю вам. Так вот, когда мы будем помогать высоким объектам, наши семена будут сильнее. Я не говорю, что вы не должны помогать родственникам, или вы найдёте где-то в соцсетях человека, который просит помощи. Конечно, это тоже сильное семена. Но если мы понимаем градацию семян, то вот в той последовательности, которую я вам перечислила, вы можете проанализировать. И, конечно же, обязательно я прошу вас, найдите такие объекты, которыми вы будете, которым вы будете перечислять деньги. и сейчас самое важное, не важна сумма, а важно намерение, мотивация, с которой вы это делаете. У меня есть несколько высоких объектов, которым я уже несколько лет перечисляю ежемесячно, деньги, на постоянной основе. Про благотворительность, вообще, правильную, я сделаю отдельный эфир, потому что там очень много таких ключевых моментов, которые хотелось бы рассказать, но не в этой встрече. Это, конечно же, практически все мои проекты, куда я перечисляю деньги, связанные с темой учителя. Это ретритный центр, кстати, сейчас, который строится для трехлетнего ретрита, который будет в 2025 году, ну и наши учителя туда идут. Конечно, я перечисляю учителям, конечно, я перечисляю учителям моих учителей. В общем, для меня это очень важно, потому что я понимаю, как это работает, мне важна связь еще обязательно, то есть не только ментальная связь должна быть, но она должна быть еще и физическая, а деньги – это очень сильная энергия. Поэтому посмотрите, подумайте, какие у вас есть высокие объекты. Окей, эту тему мы посмотрели уже. Хочу сейчас еще очень важный такой момент, очень важный, особенно те, кто ездит, например, в общественном транспорте или в каких-то общественных местах находится, где много людей. Сейчас еще тоже про тему воровства, про семена воровства расскажу. Вот вы заходитесь в каком-то общественном месте и кто-то громко рядом с вами разговаривает по телефону. Вот знакомо, правда, такое состояние чувства, еще и громко когда. Ты даже на своих мыслях не можешь сфокусироваться. Нам это, конечно, не нравится. Это семена воровства внимания. То есть, когда вы будете сами так делать, пожалуйста, знайте, что в этот момент вы засеваете воровство внимания чужого. И теперь послушайте интересную вещь. Связано тоже с этим. Когда мы осуждаем тех, кто громко разговаривает по телефону, например, или соседи делают ремонт, например, но мы тоже многим знакомы. То есть, кто-то нарушает ваше пространство, если вы осуждаете, то вы тоже засеваете эти же семена. То есть, по сути, в момент осуждения вора, мы сами получаем себе 10% кармы от этого вора. А в момент радости, когда ваш муж проявил щедрость, или ваш партнер проявил щедрость, или кто-то получил финансовый доход, когда мы радуемся, мы получаем 10% себе от радости этого человека. И поэтому это делать очень легко. Можно даже никуда не ходить, можно читать новости и радоваться, не завидовать. Про зависть у нас тоже будет отдельный эфир. Так вот, когда мы радуемся, то мы 10% радости этого человека себе получаем. И я вам предлагаю, дорогие друзья, эти несколько дней и вообще оставшуюся жизнь тоже, но сейчас прям сфокусируйтесь, следите за тем, чтобы мы бы не воровали. ни время, ни чужое имущество, ни чужое внимание, ни знания. Про знания хотела сказать, ну, например, если вы цитируете что-то и не ссылаетесь на учителей, то это воровство, конечно. Также смотрите, как еще воровство ходит и следите за тем, чтобы не нагружать других людей, хотя сами мы можем это сделать. Тоже к воровству относятся. И вот за этим, за всем я вам предлагаю, пожалуйста, понаблюдайте в течение этого дня, этой недели, следующей недели. И про опоздание всегда вопрос задают, я просто отвечу, что опоздание, вы же понимаете, если вы опоздали, все, вы украли время другого человека, это не очень хорошая карма, скажем так. Поэтому, пожалуйста, пишите, следите в своей дневничке или куда-то пишите, как у вас проходит эта практика. Вообще, если вы будете это делать, эту практику и отмечать меня в сторис, говорить, что вот, отмечать в сторис о том, что я узнал какой-то принцип, что вы подписаны на мой канал, то я буду смотреть, кто отмечает меня в сторис и потом разыграю какие-то свои консультации, возможно. Я придумаю еще какой-то подарок. Пожалуйста, когда вы будете делать эту практику, отмечайте меня в сторис в инстаграме и я буду видеть тех, кто отмечает меня и затем рандомно выберу человека, которому проведу консультацию по разбору его проблемы с точки зрения кармического менеджмента, с точки зрения алмазной мудрости, с точки зрения причинно-следственных связей и помогу вам разобраться и найти первоисточник вашей проблемы. Спасибо большое вам сегодня за внимание. С вами была Марина Слоткевич. Всего доброго. Продолжение следует...